Итак, принимая во внимание все эти вступительные замечания, давайте перейдем к первой части, в которой рассмотрим тему царства. И начнем мы с Диады «Царство творения». Вернемся к самому началу. Глава 1, стих 1. «Вначале сотворил Бог небо и землю». До 2 главы 3 стиха. «И благословил Бог седьмой день и осветил его, ибо он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Как я уже отмечал на страницах Ветхого Завета, с самой первой главы Бог предстает пред нами как великий царь. Все, что ему достаточно, — изречь слово, и воля его исполнится. Многочисленные подтверждения этому мы находим в первой части Библии. Например, стихи с 1 по 5. Давайте рассмотрим первый день. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». И эта стилизованная речь звучит периодически, с определенной регулярностью, описывая шесть дней творения. Владычество, царственность Божья, как раз и проявляется в этом творческом процессе. «Когда из хаоса, из безвидной и пустой земли, возникает космос, нечто структурированное, направленное, обладающее свойствами». Кульминацией служит суббота, о которой говорится в главе 2 стихах с 1 по 3. «Так совершены небо и земля, и все воинство их, и совершил Бог к седьмому дню все дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог в седьмой день, как мы уже слышали, и осветил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Итак, Бог предстает пред нами не только как великий царь, но и как великий труженик. Шесть дней труда, один день покоя. Еврейская рабочая неделя становится своего рода парадигмой, которая показывает нам динамику сотворения Богом мира. И снова подчеркнем, что седьмой день носит кульминационный характер. Заметьте, не сотворение человека, а покой, субботний покой. Здесь формула дня и вечера теряет актуальность. В этом дне есть что-то необычное. На наших занятиях мы в эту тему углубляться не будем. А вот в курсе систематического богословия подробно исследуется это самое слово «день», которое в самом начале книги «Бытие» употребляется в четырех разных значениях, только в первых тридцати с небольшим стихах. И это свидетельствует о том, что данный термин предполагал более тонкие, более узкие смысловые оттенки, чем это можно предположить. Это священное время. Это кульминационный момент. Псалом 94 возвращает нас к процессу сотворения и по-своему его воспевает. Важно отметить, что учение о Боге-Создателе, о Боге-Царе, чье владычество проявляется в том числе и в процессе сотворения, не ограничивается лишь первыми главами книги «Бытие». Мы находим подтверждение творческой деятельности Божией в таких текстах, как этот Псалом, в книгах пророков, например, Исаии, а также и в Новом Завете. В Последнем мы постоянно и отчетливо наблюдаем ту роль, которую Господь Иисус играет в творении и Его замысле. Псалом 95, точнее 94 стихи с 3 по 5. «Ибо Господь есть Бог Великий и Царь Великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же, Его море, и Он создал Его, и сушу образовали руки Его». По-королевски величественно Бог представлен здесь как творец. Отзвуком в этих стихах раздается «Бытие один». Данная связь важна с самого начала. Царство и творение. Царство заключено и в нас с вами. Царство в виде и магу Дэй, образа Божьего. Давайте снова обратимся к книге «Бытие один». Но на этот раз к шестому дню, стихам с 26 по 31. Вот как они звучат. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. И благословил их Бог и сказал им, «Бог плодитесь, размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». И сказал Бог, «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу». И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Заметьте акцент на владычестве. Владычестве. Стих 26. «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они». Стих 28. «Плодитесь, размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте». Носить образ Божий значит отражать Бога как минимум функционально, то есть управлять Его творением, поддерживать созданный им порядок. Это переданное нам полномочие. Никакой автономии здесь нет. Мы не закон в себе, не самопровозглашенные царитворения. Мы вице-правители, которые подчиняются царю царей. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Согласно повествованию в книге Бытие. Интересно, что в Древнем мире Ближнего Востока для его обозначения часто используется вот такая аббревиатура. В Древнем мире Ближнего Востока, в мире сирийцев, вавилонян, самарян, хитиян, египтян и так далее, царя часто изображали в виде статуи. Такие статуи ставили в разных частях империи, как бы обозначая принадлежащую царю территорию. Учитывая это, становится понятно, почему описанное в Бытие 1 и 2 древние люди воспринимали как размещение образа Божьего на земле для обозначения принадлежащей ему территории. Но так как он Бог живой, то и образ его должен быть живым. Это не неподвижная статуя, а вид соправитель, находящийся тем не менее под властью Божией. Восьмой псалом — это превосходный комментарий к первой главе книги Бытия. Тема владычества акцентирована в нем очень отчетливо. Тема, переданного нам Богом, права господства, характерного для образа Божьего. Позвольте мне зачитать вам этот псалом. «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес! Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его. Немного умолил Ты его предангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Это Божье творение. Бог — Царь, и это бесспорно. Однако нам передано право управления. Человек или Сын Человеческий в общем смысле принимает участие в этом царствовании. Он увенчан славой и честью и наделен такой властью. Тем не менее, нельзя забывать, что в конечном итоге это Божье царство, а Он — Царь царей. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok